Президент Республики Корея Мунджин обещал до истечения срока своих полномочий продолжить усилия по сохранению мира на корейском полуострове. Выступая 3 января по телевидению с последней новогодней речью на посту главы государства, он признал, что для реального улучшения межкорейских отношений предстоит пройти долгий путь, хотя за последние пять лет в этом направлении было сделано немало. Если Сеул и Пхеньян возобновят диалог и сотрудничество, это будет соответствовать интересам всего мирового сообщества, сказал Мунджин. Он выразил надежду на то, что следующая администрация также продолжит усилия по сохранению мира. В своей речи глава государства не упомянул о документальном оформлении завершения Корейской войны, выразив сожаление по поводу того, что страна вынуждена жить в условиях пандемии COVID-19 третий год подряд. Мунджин поблагодарил работников здравоохранения за их тяжелую работу. Выразив соболезнования семьям тех, кто умер от тяжелой болезни, он обещал сделать 2022 год первым годом нормализации ситуации, полностью выйдя из кризиса. Президент отметил, что число серьезных или критических случаев коронавируса обязательно снизится, поскольку темпы ревакцинации увеличатся и будут созданы новые больничные койки. Он одновременно предостерег от самоуспокойности в условиях роста числа вариантов коронавируса омикрон, который со временем станет доминирующим штаммом.